Всем привет! Взрываем! Доброе утро! Всем привет! Привет, привет! Ну все! Все вместе! В едином паре! Привет, привет! Аккумулируем энергию! Как дела? Как настроение? Как сами? Все проснулись! Всем хорошо! Доброе утро! Доброе утро! Очень холодно, да? На улице холодно! Все хорошо! Ноги работают! Все прекрасно! Лечитесь! Лечитесь! О! Ну да, что я из него не выхожу, собственно говоря! Нет, точнее я выхожу и захожу! Представляю! У нас я пока не понимаю! У нас я пока не понимаю! Ну вот снег вижу в окно и все! Вот снег вижу в окно и все! Причем поезд приводится в движение моими ногами! Нет! Нет! Ничего отдельно не готовим! Может они завтра заболят! Ну что вы? Ну прекратите вы уже глупости городе! Честно! Вы не устали еще? То есть у вас ноги должны сразу же отвалиться? Прям вот! Ты вышел из зала и все! Ноги болят и отваливаются! Это результат прям супер работы! Ну хватит уже! Правда! Ноги могут болеть через 24 часа! Могут через 36 часов болеть начать! И это абсолютно никакой... Не знаю! Если то есть ты не разваливаешься на части, то тренировки не было! Ну что сказать! Не знаю что сказать! Доброе утро! У меня тоже самое! У меня быстро могут заболеть какие-то мелкие мышечные группы! Грудь у меня болит там через 36 часов, а то и через 48! Спина точно так же! Мелкие группы могут чуть пораньше начать болеть! Ноги это вообще всегда непредсказуемо! Поэтому... Тренируйтесь! И не нужно прям вот так запариваться! По поводу там болят, не болят! Ну что, можно взорвать еще раз! Да, мы тут... Да, мы тут... Такие дела! Не нужно вообще расстраиваться! Это не повод абсолютно для расстройства! Не болят! Ну что, можно взорвать еще раз! Не знаю! Я думаю, что есть! Не знаю! Не знаю! Есть те, которые ничего не чувствуют! Делают упражнения, но не понимают, что делают! И говорят, это тупое упражнение! Я ничего не чувствую! Мне оно не надо! Не чувствую ничего! И, конечно, у них ничего не болит! Они ничего не чувствуют! Проблемы со связью мозг-мышцам! Сигнал хреновый! Проводимость хреновая! Кто-то десять раз присел и все почувствовал! А кто-то десять раз постой и ни хрена! Ну что-то тяжело, краснею! Ну и все! Ой, у новичков вообще! Скажи, что чувствуешь! Все такие! А где должна чувствовать? Ну вот там упражнения на руки, например! Ну руки должна чувствовать! Ну что-то есть, да! Что-то спина напрягается! Но не руки! Не знаю, как вы там делаете, что вы делаете, я без понятия! Вообще, совершенно другое! Делают разгибания на трицепс! Чувствуют спину! Иногда ноги! Иногда там в голове чего-то! Все, короче, все наперекосяк! Но это ничего, это бывает, это нормально! Люди, которые ведут такой не очень подвижный образ жизни, у которых работа сидячая! Они очень плохо чувствуют ягодицы, ноги! Вот! Поэтому! Ну что, это же все, знаете! Это же все такое! Все просто! Все просто! Взял! Взял! Сгибай! Бери! Разгибай! Чего тут ума не надо! А потом оказывается, что что-то как-то... Чего-то как-то не работает! Тренируйз! Тренирую жопу! А увалит голова! Во! Такое случается? Что поделать с ним? Продолжение следует... По поводу всего этого и боли, ощущения, просто бесконечные какие-то разговоры. Так, что ты делаешь, Кс? У одних болит все, у других не болит ничего. Ну, конечно. Это такой тренажер тут. Тут, если не прокомментировали тебе, то ты вообще ничего не понял, собственно говоря. Слишком, ну... Руки и руки. Так и для многих подтягивания это руки. Ой, нет, я не подтягиваюсь, у меня руки слабые. А руки тут при чем? Задний бицепс. Самое главное, чтобы пресс болел. И жопа. Все. Остальное это лишнее? Зачем? Хочу накачать жопу и пресс. Все. Больше ничего не надо. Вверх? Не-не-не-не-не-не. Не надо. У меня все хорошо. Все хорошо. Только, блядь, откуда-то непонятная горбатая спина чего-то вдруг. Ну, а так все хорошо. Все хорошо. Что говорить? Не, ну, есть люди, которые говорят, надо спину укреплять и прочее. Есть. Когда она у них болеть начинает от всяческих, ну, каких-то неприятностей уже, они говорят, да, надо спину укреплять. А пока она не болит, как бы, ну, жопа и пресс. Чтобы, и чтобы, и чтобы бедра не было вообще ни спереди, ни сзади. Бедро не надо, только жопа и пресс. Все. И жопа две тонкие такие ноги. Жопа и две ноги. Ну, что, у каждого своя эстетика. Что тут сказать? Ага. И еще носки вместе, а пятки в розь. Вот очень многие так ходят. Уже, да, какие-то проблемы с осанкой в наличии? Если человек идет, носки вместе, а пятки в розь. Вот она так и идет. Или завалены пятки. В какую-либо из сторон. Есть проблемы с осанкой? Нет, проблем нет. Сделай ноги вместе. Херак ноги вместе не делаются. Что ж такое? Что ж такое за фигня-то? Ноги вместе. Бля, как так? Ноги вместе. Соедини коленки. Ну, давай, сделай ножки вместе. Нифига не получается. Соединил коленки, носки в стороны развелись. Носки соединил, коленки в стороны развалились. Что за фигня? Есть проблемы со спиной, как с осанкой? Не-не, ничего нету. Все отлично. Встаньте, ноги на ширине плеч. Хорошо. Ширина плеч, ребята, где? Где ширина плеч? В зеркале не увидели? Да черт ее знает, где она там, эта ширина. Бесконечно могу примеры приводить. Все, носки вместе, пятки в рот. Значит, что-то какая-то херня, бля, с осанкой происходит. Что-то не так. Это ненормальное положение. А я всегда так хожу. Молодец. Что сказать-то? Конечно, это уже все как бы следствие, да? Не очень хорошие осанки. Там не гуглить надо, там перед зеркалом надо встать просто так тупо и определиться. А еще проблема. Поставьте стопы параллельно друг к другу. Параллельно. Направьте носки, да, вперед. Вперед пальцы ног смотрят. У кого куда? Один палец внутрь, другой наружу, там. Параллельно. Параллельно поставьте. Ну, переразгибание в коленных суставах, это вообще нормально для женского пола особенно. Потому что у женщин суставы подвижнее, чем у мужчин. И понятно в силу чего и почему. Это встречается, это нормально. Нужно укреплять обязательно переднее бедро, заднее бедро, для того, чтобы не случилось какой-то травмы коленного сустава. Вот, при резком переразгибании, при каком-то там движении. Всякие перья, перья, это тоже не очень хорошо. Поэтому на это нужно обращать внимание. А для того, чтобы поберечь свои суставы, нужно укреплять мышцы, которые окружают этот сустав. Но не безумно, конечно, укреплять. Вот, но мышцы принимают участие в укреплении, стабилизации суставов. Особенно те мышцы, которые укреплены малым количеством связок, например, плечевой сустав. Понятно, у нас большой запас прочности, но не стоит его испытывать. Статику. Ну, может быть, в каком-то малом количестве времени. Смотря что и как болит. Вообще, статодинамические движения нужно практиковать. И статику, и динамику. А не только присед, и жопу, и пресс. Чем лучше за машиной ухаживать, тем дольше она работает и остается годной эксплуатации. Здесь то же самое. Уход нужен как и цветам, я не знаю, техникам, так и людям. Техосмотры. Плавание может использоваться, безусловно. Разгружает в первую очередь. Разгружает. Веса воды не чувствуем, понятно. В воде веса своего не чувствуем. Заговорилось. Поэтому. Но укреплять-то надо силовыми упражнениями. Мы же, простите, не плаваем по улицам. Мы же не в воде живем. Поэтому надо учитывать. Поэтому. Ну что сказать, вы тоже будете пенсионеркой. Это вопрос времени. Только вопрос времени. И все там будут. И они были молоды и ироничны. Так что. Просто нужно понимать, в какой среде мы существуем. И что у нас для прямохождения. Какие мышцы задействованы. На что нужно обратить внимание. Доживем до их лет. Может быть тоже будем болтаться и трепаться. Сейчас вот так, а потом вот не так. И потом вы должны понимать, что многие приходят в клубы, в бассейны совсем не для того, чтобы заниматься. А для того, чтобы общаться. И это нужно понимать. Вот. И стараться это принять. Иногда это может мешать, да. Но каждый человек решает свою какую-то проблему. Кто-то приходит скидывать лишний вес. Кто-то знакомится. Кто-то хочет выйти замуж. Кто-то жениться. Кто-то любовника. Просто кто-то потрепаться. Кто-то что-то продать. Тут цели настолько. Поэтому не стоит ожидать, что в клубе все прям, знаете, в фитнесе все прям все качаются там, прыгают, скачут. Значит, у каждого своя задача. И это нормально абсолютно. Вот где специализированные какие-то, я не знаю, там школы, чего-то. Там понятно. Там люди целеустремленные, у них определенная цель. Там свое надо. В каких-нибудь спортивных школах. Поэтому ничего нормально. Он пришел. Он же понимает, что хоккей это для мужиков. Он знает, что хоккей стоит денег на занятия хоккеем. Он понимает, что здесь могут сидеть бизнесмен, ел купалку. Здесь сидят люди, которые, может быть, играют, может быть, интересуются. Вы же знаете, что хоккей, блядь, ни хрена не дешевый вид спорта. Одно обмундирование, блин, это сколько стоит. Даже для любителей, даже для того, чтобы так любительски поиграть. Если у тебя есть бабки на вот это все, точно ты приехал на машине. Ты на себе все это не попрешь. Все, логика. Он думает, что, чего бы и нет, блядь. И хоккей посмотрю, и с людьми познакомлюсь. Глядишь, и гараж продам. А там, глядишь, и машинку какую-нибудь пристрою. И так далее, и тому подобное. Все, это такая предпринимательская жилка. Запустилась у него, он думает. Тема. Однако. Поэтому. Как часто в клубах, например, можно встретить тех же продавцов. Avon, Ariflame, Energy Diet, Herbalife. Все, здесь целевая аудитория. Это 100%. И можно что-то там, кому-то чего-то. Спортсмены же, ну, то есть, я имею в виду, например, спортсмены, бодибилдеры. Они же, да, там. Ну, то есть, мы же рекламируем, да, там, спортивное питание. Потому что все понятно. У нас целевая аудитория. Мы в зале. Вот, и какой-то процент точно ест и пьет. Однозначно. Все. То есть, и одежда, и так далее, и тому подобное. Тут вообще в фитнес-клубе вся индустрия красоты может существовать. И маникюр, и педикюр, и ресницы, и брови. Все нормально. Поэтому. Все, все затихли. Вот тоже очень хорошая реклама, потому что очень большое количество народа смотрит. Один говорит, фу, ну зачем это показать? Другой думает, елки-палки, и мне что-то, да, надо? А тут хоренак и адресок уже есть. И вот у него перед ним люди, которые были вот такие, стали такие. Что, отлично, пойду. А зачем вы смотрите Дом-2, если там идиоты? Для чего? Не смотрите. Не смотрите. Зачем себя ненужной информацией наполнять? Набраться терпения, и все. Есть еще альтернативные методы. Есть, например, силикон, аквариат. Просто либо здоровье, либо жопа. Я не знаю, как вам. Что вы выберете? Мне кажется, что очень большой процент населения живет без больших бразильских жоп и нормально себя чувствует, в принципе. Поэтому силикон, гели, наполнители. Вариантов много. Альтернатива есть. Трусы с накладками. Во! Ну да. Здоровая жопа и отсутствие здоровья – это, конечно. Да просто даже осмысл. Мне кажется, при гормональном сбое вообще какие-то траблы будут, скорее всего. И в плане мышечного роста, и в плане сброса веса, и в плане набора веса. Однозначно будет какая-то конетель. Поэтому просто вопрос, а чего там, какие гормоны, что-то завышено, что вот такая вот строгая. Потому что при... Я, конечно, не доктор абсолютно, и не претендую на него. Просто знаю, что при определенных каких-то повышенных гормонах, наоборот, рекомендована физическая нагрузка. Умеренная, естественно. Никакого там сдохни или не тренируйся. Не блевал, не тренировался. Естественно, мы о таком формате вообще не говорим. Вот, просто чего там. Тут каждый случай надо рассмотреть. Тут каждый случай надо рассмотреть. Все, все опять затихли. Народ, наверное, работает, а я тут педалирую. Ну вот, собственно говоря, все. Время вышло. Скорее соскочить. К витаминам, оптимумам, нормально отношусь. Естественно, там такие дозировки. Дозировка никак не чуть выше нормальной, обычной. Потому что данные витамины рассчитаны на то, что их будут употреблять люди активно с чем-то занимающиеся. Поэтому... Мастер-класс по тейпу. Ну, я могу затронуть какой-то. Да, я обещала. А у меня есть тейпы-то? Надо просто тейпов, пару рулонов, чтобы все что-то элементарное объяснить. Ну, понятно, я ничего такого суперсложного и не умею. Я умею делать простые аппликации. Вот. Коленки? Ну ладно, коленки можно. В тейпах никаких ни лекарств, ни веществ нету. Жупа отсидел. Да, на здоровый. Тейпы, это просто... Они ничем не пропитаны. Абсолютно. У них совершенно другой механизм работы. Да на здоровье. На самом деле все, пора уже нам прощаться. Вот. Кардио сделано. День начался. Всем отличного дня, хорошего настроения. Вот. Ведите себя хорошо. Не ругайтесь. Обнимайтесь. Сегодня день объятий. Обнимайте своих родных, близких, хороших знакомых, друзей. Вот. Делитесь теплом души. Будьте добрее друг к другу и вообще к окружающим. Будьте терпимы. Вот. Это сложно, но иногда нужно. И вообще нужно в себе это развивать. Терпимость по отношению. Ну, постебались, постебались. Ну, что сделать? Блин, у всех разный уровень, знаете, осознанности. Поэтому всегда будут какие-то чудаковатые товарищи, на наш взгляд. У них свой. Они на своем левеле. Поэтому надо это понимать, ну, для себя и принимать. Мы можем повозмущаться, это нормально. Потому что есть вещи, которых мы не понимаем. Вот. Ну, поболтали и пошли дальше по своим делам. Самое главное, чтобы у нас все было хорошо. Все. По факту. Правильно? Все. Берегите себя. Здоровья. Продолжение следует.